Здравствуйте! В эфире Личные деньги. Программа о том, как с умом распоряжаться финансами. Сегодня мы поговорим о том, как научить ребенка копить и воспитать правильное отношение к деньгам. С какого возраста психологи советуют выдавать средства на карманные расходы? И почему так важно прививать основы финансовой грамотности как можно раньше? Расскажем об этом прямо сейчас. Расскажите, а как в вашей семье зарабатываются деньги? Что такое деньги и для чего они нужны? Как с помощью них совершать покупки? Воспитанники Чебоксарского детского сада номер 167 прекрасно знают ответы на эти вопросы. А игра в магазин является одной из самых любимых. Дети с трех лет знают, что такое деньги и что такое покупки. Но психологи советуют все-таки давать карманные деньги уже с шестилетнего возраста. До первого класса мы как бы не советуем детям давать карманные деньги. Но в детском саду первая ступень финансовой грамотности – это сюжетно-ролевые игры, в которых используются как раз-таки деньги. Это магазин, парикмахерская, почта и подобные игры. В них они учатся расплачиваться деньгами. Все, естественно, с помощью игры. Родители признаются, подобные занятия и игры способствуют не только социализации ребенка, но и его самостоятельности. Алена Ефимова, мама шестилетней Ангелины, рассказывает, девочка уже четко осознает, что прежде чем тратить деньги, их нужно сначала заработать. Карманных денег мы ей не даем, но у нее есть кошелек свой и у нее есть кое-какая сумма. Как она туда попала? Кошелек, в общем. Ангелина у меня очень любит танцевать и дома она устраивает концерты. И это у нас переросло в традицию. И получается, когда у нас происходят семейные праздники, у нас заранее готовят билетики, пишут бабуле, допустим, столько-то рублей, дедуле столько-то рублей. Так у нас набирается определенная сумма. Вот мы идем с ней в магазин и вместе мы с ней тратим эти денежки. Последняя покупка была пластилин. Вышли мы из магазина, я смотрю, она какая-то расстроенная. Я говорю, Ангелина, в чем дело? Она говорит, у меня деньги заканчиваются. То есть ребенок понял, что нужно деньги зарабатывать и то, что они еще заканчиваются. Следующий шаг, зачастую гораздо более сложный, научить детей осознанно подходить к тратам и отказаться от сиюминутных желаний. Увидел, захотел, купили. Подобный принцип отнюдь не способствует самодисциплине. Да и радость ребенку очередная игрушка принесет совсем ненадолго. Мы даем рекомендации родителям по поводу сиюминутных покупок. Так как сиюминутными покупками сейчас страдают очень многие дети. Им не важна столь покупка сама, как эйфория, которая проходит очень быстро после того, как открывается уже коробочка. Родители очень многие сетуют на то, что вот дети просят купить, но очень быстро забывают про эту игрушку. Именно поэтому мы родителям очень часто объясняем, как поступать в таких случаях. То, что покупка должна быть обдуманная. Ребенок должен понять, действительно он хочет эту покупку или нет. А чтобы это понять, ребенку нужно время. То есть родителям рекомендуем составить список игрушек, которые он действительно хочет. И через две недели пробежаться по этому списку, посмотреть, чтобы ребенок увидел именно ту игрушку, которую он хочет действительно. И только тогда эта покупка будет для него реальной и осознанной. Никогда не стоит покупать сразу. Список желаний учит ребенка расставлять приоритеты и обдумывать свой выбор. Таким образом формируется полезная привычка. Не менее важно прививать детям умение рационально распоряжаться средствами, которые есть в наличии. Не тратить все одномоментно. Не спускать деньги на ненужные мелочи, вроде жвачки и конфет. А оставить их для желанной покупки. Игрушка, конструктор, новая книжка. Умению экономить и стремлению накопить нужно учить детей с малых лет. Это нетрудно сделать, если у ребенка есть определенная цель. Например, покупка недорогой игрушки и копилка, в которую удобно складывать монеты. Дошкольнику еще сложно научиться концентрироваться на долгосрочных целях. Поэтому лучше, если копить на игрушку, нужно будет не более одного месяца. Главная задача помочь ребенку понять, что не всегда есть возможность купить понравившуюся игрушку прямо сейчас. Иногда нужно время, чтобы накопить. Особую важность умения не тратить все сразу приобретает, когда у ребенка появляются первые карманные деньги. И здесь задача родителей дать необходимые навыки и инструменты планирования, пусть небольшого, рублей в 200-250, но уже бюджета. Самое простое сделать копилку или специальные конверты для трат и накоплений. Для ребенка младшего школьного возраста лучшей мотивацией научиться правильно планировать и тратить является возможность самостоятельно распоряжаться собственными средствами. Здесь речь идет о небольших суммах, которые родители выделяют ребенку на карманные расходы. И, конечно же, главным примером должно служить в семье и отношение родителей к собственным накоплениям. Вот несколько правил, которые помогут воспитать ребенка разумно и экономно распоряжающегося финансами. Правило номер один. Не покупать ничего по первому требованию. Покупка должна быть желанной и осознанной. Правило номер два. Нужно предоставить ребенку право выбора. Третье правило. Помочь составить наглядный план. Четвертое правило. Завести ребенку два конверта. Один для трат, а другой для сбережения, для накоплений. И последнее правило. Не нужно бояться ошибок и пустых трат. Это цена финансовой грамотности вашего ребенка. Понятно, что малыш далеко не сразу сможет сделать правильный выбор. Купить безделушку по сиеминутному порыву или упорно копить на действительно желанную вещь. Папам и мамам стоит запастись терпением. Предлагать ребенку разные варианты, но ни в коем случае не критиковать и не давить. Иначе все попытки будут тщетными. И главное, подайте правильный пример. Если в семье принято планировать бюджет, не делать необдуманных покупок, то и малыш, глядя на своих родителей, постепенно освоит рациональное использование денег. Вы смотрели «Личные деньги». Надеюсь, к нашей следующей встрече их у вас станет больше.